Библейский портал экзегет.ру представляет 34 глава книги Второзакония, перевод российского библейского общества, читаю для библейского портала Экзегет. Но это глава, которую Моисей явно не писал, потому что там описана его смерть. Самая короткая глава, и она последняя в книге Второзакония, последняя во всем Пятикнижии, она, собственно, дает такое сюжетное завершение. Вот израильтяне дошли до обетованной земли, много всего было по дороге, и Моисей, тот, кто их вел, поднимается на гору Нево, и там умирает, как и Господь ему это сказал. Моисей поднялся с Муавской равнины на гору Нево, на гору Фазгаш, напротив Иерихона. Это гора, кстати, и сегодня место паломничества, она на территории Иорданского королевства. И Господь показал ему всю страну, Галаад до самого Дана, всю землю Нефалима, землю Ефрема и Моносии, всю землю Иуды до Западного моря, и Негев, и долину Низину Иерихона, города Пальм, до самого Цовара. И сказал Господь, вот страна, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, что отдам ее их потомкам. Я показал ее тебе, но ты не войдешь в нее. Вот, может быть, такая очень грустная история. Ну, дал бы ему Господь войти, но что такого? Ну, не так он там провинился. А мне кажется, что это еще история про то, что мы не входим в ту земную страну, к которой мы идем или ведем других. Мы прикладываем очень много усилий, мы различаем лишь контуры того будущего, которое мы строим. Но жить в нем будут другие. Может быть, это прекрасно. Может быть, было бы очень тяжело Моисею войти в эту обетованную землю и увидеть, как сбудется все то, о чем он предупреждал, о том, как израильтяне падут от Бога, как будут поклоняться языческим идолам. И вот он умирает, не дойдя до цели. И вот он заканчивает свою жизнь, когда, казалось бы, самое главное в ней должно было состояться. Но оно состоится. Просто земная жизнь ограничена. Просто мы не успеваем это увидеть. Но мы можем увидеть некоторую зарю того, что мы строим, того, куда мы идем, куда мы ведем других людей. И умер Моисей, раб Господа, в Муаве, как и сказал Господь. Он был похоронен в долине, в Муаве, близ Бет-Пеоры, и по сей день никому неизвестно, где его могила. То есть, он, конечно, умер, как и обычный человек, но немножко его смерть не похожа. То есть, кем он был похоронен? Он поднялся на гору, там, кажется, он был один, и там и умер. Кто его похоронил, где похоронил? Ну, непонятно, вот он уже ушел из этого мира, когда он поднимался на гору. 120 лет было Моисею, когда он умер. Зрение его не слабело, и сила его не убывала до самой смерти. Сыны Израилевы оплакивали Моисея на Муавской равнине 30 дней. И истек срок погребального плача по Моисею. Вот они его почтили, но дальше надо идти. Иисус на вин был исполнен духом мудрости, ибо Моисей возложил на него руки. «Слушаясь Иисуса, сыны Израилевы исполняли то, что повелел Господь через Моисея». Ну и дальше целая книга Иисуса новина про то, как это было. И небольшой комментарий про все, связанное с Моисеем. «С тех пор не было среди сынов Израилевых пророк, равного Моисея, ведь с ним Господь говорил лицом к лицу». Кстати, это показывает, что было написано спустя некоторое время, да, после жизни Моисея. Ну, то есть, прошло время, в течение которого могли быть другие пророки, но не было равных, равных Моисею. «Какие знамения и чудеса совершил он по воле Господа в Египте? Что сделал он с фараоном, с его рабами, со всей его страной? Какое могущество, какие великие и страшные дела явил Моисей на глазах у всего Израиля?» Это вывод, это итог. Второзаконие на этом закончено. На этом закончено пятикнижа. Книга, в которой много законов второзакония, но главное не закон. Главное – люди, к которым этот закон обращен. Главное – человек, который этот закон израильтянам приносит Моисей. И поэтому его личность мы во второзаконии видим, может быть, даже ярче, чем в исходе. Потому что в исходе его действий, его поступки, да, вот там он совершает то, что он должен совершить. А вот здесь он рассуждает, уговаривает, грозит, обещает. А в конце вот потрясающая совершенно 33-я глава – это его песнь благословения, которую он предлагает израильтянам напоследок, чтобы они услышали его прощание. И в 34-й он умирает так, что нет могилы, нет паломничества к ней, нет возможности почтить его память. Но, может быть, потому что его память, его надгробие – это, собственно, тот Израиль, который существует после него. И, кстати, до сих пор еврейский народ существует. Вот, может быть, это тоже некоторый вывод. Почему так важно было сказать, что его могила неизвестна? Ну что, он единственный персонаж Библии, у которого могила неизвестна? Да нет, конечно. Но, смотрите, дело не в том, чтобы на его могилу таскать там цветы по европейскому обычаю или камни, как это евреи делают. Они камни приносят и кладут на могилу любимого, уважаемого человека. А дело в том, чтобы продолжать эту жизнь. Да, вот Моисей не просто дожил до 120 в здравии и твердом уме и памяти, но он изменил течение истории. То есть он был тем, кто волю Божию в этот мир вносил, объявлял ее, творил ее, проводил народ свой из Египта к порогу обетованной земли. И, собственно, продолжая эту жизнь, ты почитаешь память Моисея. Здесь нужны не ритуалы, не мемориалы, не траурные церемонии, а здесь нужен путь, да, по которому он народ вел. Одна из основных идей второзакония — выбор пути, путь жизни и путь смерти. Иди по пути жизни, и ты тем самым почтишь Моисея.